Альтернативная котельная, ее плюсы и минусы стали основной темой семинара, прошедшего в Химках. Как отметил Дмитрий Волошин, вопрос управления тарифами имеет большое значение для округа. Глава Химок ставит приоритет привлечения инвестиций в ЖКХ, улучшение работы сетей и оборудования, а также фиксацию и, что немаловажно, прозрачность тарифов для граждан. Для большей части населения Подмосковья и Химок в том числе, основную долю в коммунальных платежах, как вам известно, занимает тепло. И снижать затраты жителей нам позволит переход именно как раз к альтернативным котельным. Такие меры должны свести на нет издержки, потери и выхода из строя оборудования и снизить непосредственно тарифы на тепло. Помимо этого, альтернативные котельные минимизируют финансовые риски для инвесторов, уверены и в Комитете по ценам и тарифам Московской области. К такому заключению его представители пришли после почти полугодового изучения проекта. Если они снижают финансовые риски для инвесторов, то мы можем ожидать, что эти инвестиции пойдут в отрасль. И вот нам этот тезис очень хочется сегодня еще раз обсудить, подтвердить на опыте уже практической, которую нам расскажут коллеги, которые реализовали эти проекты, чтобы у нас появился еще один инструмент привлечения денег в области при модернизации. Непосредственное участие в разработке проекта «Альтернативная котельная» принимали участие представители антимонопольной службы. В ее эффективности здесь уверены. Риски, безусловно, присутствуют в любом методе. Это надо понимать. В «Альтернативной котельной» тоже будут риски. Но она, как я уже говорила, на наш взгляд, она достаточно прозрачная и понятна для самого региона и для потребителей этого региона. По мнению Виталия Турченинова, система теплоснажения в Химках на данный момент нормальная и устойчивая. Но вместе с тем городские власти намерены при наличии инвесторов опробовать и новую систему. Раньше была монополия, была единственная система теплоснабжения. До смены приходит какая-то конкуренция, какие-то борьба специалистов, борьба профессионалов, борьба компаний. И в конечном итоге мы считаем, что это хорошо, это прогрессивно. Это будет сказываться на уменьшении роста тарифов, в конечном итоге, к развитию новых систем теплоснабжения, новых технологий. Стоит отметить, что власти Химок уже начали подготовку. Об этом на своей странице в Инстаграм написал Дмитрий Волошин. Уже в следующем году округ должен войти в проект «Альтернативная котельная». Дмитрий Волошин. Дмитрий Волошин.